МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олимпиада уже началась. Узнайте о первых победах сборной Германии. Мужчина, устроивший резню на Расселсквер в Лондоне, является гражданином Норвегии сомалийского происхождения и прибыл в Великобританию в 2002 году. Об этом заявили представители лондонской полиции. Полицейские проверили его причастность к радикальным течениям и связи не установили. Сотрудники Скотланд-Ярда с уверенностью заявляют, что 19-летний подозреваемый скорее был психически больным. Сейчас задержанный человек находится в изоляторе. Все указывает на то, что нападения были спровоцированы проблемами психического здоровья. Мы предполагаем, что это был спонтанный приступ, и жертвы были выбраны случайным образом. Напомним, нападение на людей в Расселсквер произошло накануне вечером. Человек, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре британской столицы. Один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения. Неизвестный с ножом в руках стал бросаться на людей и наносить им удары. Первый получила ранение женщина, которая находилась в непосредственной близости от атаковавшего. Ее ранения оказались смертельными. Еще пятерых женщин и четверых мужчин с различными ранениями доставили в больницу. Прибывшие полицейские сразу же задержали нападавшего. Им оказался 19-летний молодой человек. Во время его задержания сотрудники полиции применили электрошокер. После происшествия район вокруг места преступления взят под особую охрану полиции. Также полицейские усиливают присутствие и на других улицах города. Расселсквер находится в непосредственной близости от британского музея. В зону, примыкающую к нему, в район Блумсбери, стянуты дополнительные силы полиции. Эти меры призваны в первую очередь успокоить тех, кто проживает или находится в настоящий момент в этом районе. Блумсбери является одним из центров интеллектуальной, студенческой и культурной жизни британской столицы. Здесь расположен основной комплекс зданий Лондонского университета, другие учебные заведения, музеи, гостиницы и рестораны. Нападение произошло именно в тот самый день, когда Скотланд-Ярд объявил о намерении дополнительно привлечь 600 вооруженных полицейских к защите Лондона от терактов. После нападения на Рассел-сквер жители Лондона встревожены, хотя центр столицы Великобритании теперь под еще более усиленным контролем полиции. Людям находиться в общественных местах некомфортно. Недавние нападения по всей Европе заставили всех быть настороже, а сейчас в Лондоне намного тревожнее. Здесь очень оживленный район, прямо у метро. Каждый день через это место проходят тысячи людей. Я слышал в новостях, что полиция сработала быстро, и это немного успокаивает, но я все равно в шоке. Я пытаюсь успокоить себя статистикой. Каждый день через центр Лондона проходит около двух миллионов человек. Во время нападения убит был только один из них. Значит, шансы быть убитым не очень велики. Сейчас центр Лондона под усиленным контролем правоохранительных органов, а следствие выясняет мотивы и причины нападения. Сотрудники Скотланд-Ярда опрашивают свидетелей и по крупицам восстанавливают картину Кровавого вечера. Я все видел своими глазами. Началась паника, я видел человека в крови. Потом сразу же появилась полиция и медики. Полицейские попросили нас дать показания, и мы им все рассказали. Состояние людей, которых ранил нападавший в Рассел Сквер, сейчас стабильное. Двое из них уже выписаны из больницы, еще трое под наблюдением медиков. В Лейпциге полиция нашла предполагаемого убийцу, который расчленил своих жертв и бросил их тела в озеро. Жуткое убийство произошло несколько дней назад. В местном озере пловец обнаружил расчлененный труп женщины. Прибывшая полиция начала поиск недостающих частей тела, и в результате водолазы подняли со дна еще одну страшную находку. Расчлененный труп мужчины. После нескольких дней поисков полиция задержала предполагаемого убийцу. Стражи порядка выяснили, что это 36-летний житель Лейпцига. Правоохранительным органам также удалось идентифицировать личность жертв. Выяснилось, что это мужчина и женщина родом из Туниса, которые уже длительное время проживали в Германии. Сейчас полиция выясняет мотивы убийства. ФРГ впервые за 20 лет обновляет концепцию гражданской обороны. Об этом сообщила немецкая газета Bild, распоряжение которой оказались в выдержке из документа, который, как ожидается, будет принят кабинетом министров 24 августа. Впервые с 1995 года правительство Германии обновляет концепцию гражданской обороны на случай масштабной террористической атаки. В проекте новой концепции, которую подготовило Министерство внутренних дел, написано, возрастающая уязвимость современной инфраструктуры и зависимость современного общества от ресурсов делает страну уязвимой для атак. Правительство готовится защищать немецких граждан в случае нападения. Во-первых, кабин собирается увеличить запасы антибиотиков и вакцины против оспы. Во-вторых, власти решили закупить больше костюмов химзащиты, которые в случае необходимости должны в срочном порядке распределить среди населения. В-третьих, при непосредственной угрозе жители страны будут оповещены посредством радио, телевидения, СМС или специальных сирен. Кроме того, правительство обяжет муниципальной власти вырыть специальные колодцы для снабжения населения питьевой водой из расчета 15 литров в день на человека. Воды должно хватить как минимум на две недели. В ФРГ в конце июля произошло два теракта. 18 июля вооруженный топором и ножом 17-летний беженец, предположительно из Афганистана, напал на пассажиров пригородного поезда, который направлялся в Вурцбург. В результате пострадали 15 человек. 24 июля 27-летний выходец из Сирии устроил взрыв в центре Ансбаха. Около 22.00 он привел в действие взрывное устройство рядом со входом на территорию музыкального фестиваля. Экстремист погиб, и еще 15 человек получили ранения. Полиция Берлина будет сообщать в социальных сетях, где орудуют воры. С августа в столице начал функционировать новый сервис. Каждый месяц полиция будет сообщать в Facebook и Twitter о местах в столице, где можно стать жертвой карманных воров. В таких районах полиция рекомендует быть начеку и внимательно следить за своими вещами. Первую информационную карту на этот месяц уже можно изучить в социальных сетях. На карте обозначены районы, где чаще всего орудуют карманники. Ничего удивительного, что больше всего их в туристических местах и там, где проводятся большие фестивали. Самыми опасными районами оказались Берлин-Ните, Сити-Вест, Котсбуссер, Тор, Варшавер, Штрассе и Шпандау. Грабителям хорошо известны людные места, где можно без проблем обобрать человека, говорят в полиции. Нам эти места тоже известны и мы намерены предупреждать о возможной опасности. Стартап, который может сработать. Немецко-швейцарская страховая компания предлагает игрогам Pokemon Go застраховать свою жизнь и здоровье. Такому спецпредложению компании подтолкнули ежедневное сообщение о гибели или травмах ловцов Пикачу. Майкл Дайв, представитель страховой компании, оценивает ущерб от несчастных случаев с охотниками на Pokemon в сотни миллионов евро. С недавнего времени мы предлагаем клиентам Pokemon Go страхование. Это стоит 35 евро. Страховка защищает от типичных для игроков Pokemon Go несчастных случаев – столкновений, автомобильных аварий и падений. Максимальная страховая выплата – 30 тысяч евро. На смерть застрахованного его родственники получат 10 тысяч евро. Страховой полис также возместит ущерб в случае, если игрок нанесет повреждения другим людям или испортит их имущество. Страховка действительно в течение года по всему миру. Сильный пожар вспыхнул в одном из крупнейших торговых центров Кабуле. Возгорание произошло на верхнем этаже здания и перекинулось на этаж ниже. По словам очевидцев, пытаясь спастись, владельцы магазинов и покупатели выпрыгивали из окон. Другие в это время пытались сохранить свой товар. Торговцы выбрасывали из окон магазинов ковры, покрывала и ткани. На место ЧП выехали спасатели и медики. О пострадавших и жертвах пока нет информации, так же, как и об ущербе. Тропический шторм Эрл над Карибским морем достиг силы урагана первой категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами, расположенный в Майами, штат Флорида. Скорость ветра в пределах урагана достигает 120 км в час. Власти Мексики эвакуировали жители нескольких прибрежных районов в связи с приближением урагана. В безопасные зоны были доставлены почти 100 семей из муниципалитетов, граничащих с государством Белиз. Кроме того, государственная нефтегазовая компания ПЭМЭКС начала вывозить своих сотрудников с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе. По данным Национальной метеорологической службы Мексики, Эрл движется на запад. Он уже обрушил мощные ливни на Белиз и ряд районов Мексики. В штатах Кентано-Ро, Табаско, Кампечи, Юкатан силы гражданской обороны были переведены в режим особой готовности. В Готемале и Гондурасе власти отменили занятия в школах, расположенных в потенциально уязвимых районах. Кроме того, в Гондурасе прекратили работу международные аэропорты в городе Ла-Сейба и на острове Ра-Тан. Первые победы и поражения летней Олимпиады в Бразилии. Женские сборные по футболу из Германии, Бразилии, Швеции, Франции, Канады и США обыграли своих соперниц из Зимбабве, Китая, ЮАР, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии. Традиционно соревнования женских и мужских сборных по футболу начинаются за несколько дней до официального открытия Олимпийских игр. Хозяйка турнира начала свой олимпийский путь с победы. Футболистки сборной Бразилии обыграли девушек из Китая на стадионе в Рио-де-Жанейро со счетом 3-0. С таким результатом бразильянки выходят на первое место в группе Е, опережая Швецию, которая смогла забить сборной ЮАР, лишь один победный гол. В группе Ф на первое место вышла сборная Канады, которая в составе лишь 10 игроков смогла обыграть Австралию со счетом 2-0. Германия в Сан-Паулу без труда разгромила Зимбабве 6-1. Футболистки из США победили команду Новой Зеландии со счетом 2-0. Франция забила Колумбии 4 победных гола и выиграла в сухую. Узнать побольше об Олимпиаде, подготовке, соревнованиях и подковерной борьбе вы сможете завтра в спецвыпуске в 21.00. Субтитры создавал DimaTorzok